Подобные выставки в музее проходят нечасто, ведь демонстрация артефактов из дерева всегда сопряжена с определенными сложностями. Дело в том, что древесина довольно легкий в обработке материал, но вместе с тем он подвержен всевозможным разрушениям. Именно поэтому находка изделий из дерева для археологов – большая удача. Все экспонаты выставки были найдены на территории Рязанского Кремля в ходе исследований жидного раскопа в слоях XVI века. Именно там культурный слой был достаточно влажным, и влага явилась отличным консервантом. Благодаря этому сегодня мы можем познакомиться с теми предметами, которые наши предки изготавливали из дерева, а таковых очень много. Недаром же Русь называли деревянные. Это и посуда, и орудия труда, и предметы личной гигиены. Так, одним из ценнейших экспонатов является деревянный гребень, который сохранил инициалы владелица. Сделан он из самшита – древесины, привезенные из Византии, что является большой редкостью, ведь обычно наши предки использовали более распространенные виды дерева. Буквально каждый артефакт отправлялся на анализ специалисту, и мы смогли установить, какие конкретно породы древесины шли на ту или иную категорию находок. Так, специалисты сообщили, что для изготовления деревянной посуды использовались породы лиственничных деревьев, поскольку именно эти деревья обладают гладкой и ровной текстурой. Посуда получалась очень красивая. Что касается деталей мебели, транспортных средств, то эти изделия изготавливались из дуба, самого прочного материала. Детские игрушки, деревянные сабли и лодочки обычно изготавливались из сосны. Кстати, на выставке представлен уникальный экспонат – игрушечная лодка, которая полностью сохранила свою изначальную форму и не имеет никаких повреждений. Также экспонатами, заслуживающими особого внимания, являются оправы для зеркал. Сама категория этих находок была атрибутирована сравнительно недавно, около двух десятилетий назад, по археологическим находкам в Великом Новгороде. Там чудом сохранилось остатки зеркала. Специалисты провели химические анализы и смогли установить, что вот эта широкая категория находок является ничем иным, как оправами для зеркал. Они были как деревянные, так и выполнены из цветного металла. Что любопытно, некоторые наши оправы сохранили следы росписи. Прослеживается орнамент красками. На одной из оправ имеется прочерченный орнамент растительный. Коллекция деревянных артефактов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника является одной из наиболее полных в центральном регионе страны. Экспонируется она впервые и знакомство с ней наверняка будет интересно как посетителям, так и исследователям. Выставка, что в лесу родится, на дворе годится, будет работать на втором этаже дворца Олега до июня. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».